В эфире РБК региональный выпуск новостей. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфай. Сегодня анализируем события на финансовых рынках вместе с директором филиала финансовой группы QBF в Башкортостане Ренатом Васиным. Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, Максим. Ну а пока вернемся к новостям этого часа. Ради Хабиров передал ключи от 50 новых автобусов для компании Башавтотранс. Церемония прошла сегодня на площади перед Уфа-Арена. Машины среднего класса Vector Next оборудованы системами навигации, кондиционерами и отвечают современным требованиям безопасности. Они выйдут на самые востребованные городские маршруты Уфы. Глава региона поблагодарил транспортников за хорошую и слаженную работу и попросил оперативно выводить машины на городские маршруты в преддверии нового учебного года. Расширена накопительная площадка для пассажиров передняя и задняя. И вместимость у него 71, то есть на 19 больше, чем ранее, которые выпускались. Поэтому мы, эксплуатируя те вектора, убедились, что мы выигрываем, естественно, надежность, цена и качество. И поэтому нам повезло, что первый автобус, выпущенный Павловским заводом, будет работать в Башкирии. Всего в 2020 году власти Башкортостана приобрели 245 автобусов различного класса на общую сумму почти полтора миллиарда рублей. В 2019-м автопарк главного перевозчика республики пополнили 478 автобусов. В начале сентября Башавтотранс получит еще 50 автобусов Vector Next. Три вуза Башкортостана вошли в число лучших университетов мира в рамках международного рейтинга «Три миссии университета». Аналитики РАЭКС стали первыми, кто оценил работу учебных заведений после изменений в образовании по всему миру, произошедших из-за пандемии коронавируса. В список лучших вузов мира вошли Башкирский медицинский университет, Нефтяной и классические университеты. Учебные заведения оценивали по трем направлениям – образовательная деятельность, научные достижения и взаимодействие с обществом. Всего в международный рейтинг из России вошло 101 высшее учебное заведение. По данным аналитиков агентства РАЭКС, университета страны стали больше проводить массовые открытые онлайн-курсы. Нам очень приятно попасть в этот рейтинг и занимать среди медицинских университетов девятое место. У нас развивается научная деятельность университета. На сегодняшний день более 350 докторов наук, более 650 кандидатов наук работают. Мы активно ведем образовательную деятельность. У нас более 1500 иностранных студентов. Вот это все, совокупность этих факторов, позволили нам занять это место в числе лучших 50 университетов Российской Федерации. Всего в международном рейтинге учитывали полторы тысячи университетов. Из 100 стран мира возглавил список Гарвардский университет. На втором месте Массачусетский технологический институт. На третьем месте Кембриджский университет. Мы возвращаемся к событиям на финансовых рынках вместе с Ренатом Васиным. Ренат, расскажите, пожалуйста, чем запомнилась прошлая неделя как раз на финансовых рынках? Если глобально, Максим, это была относительно спокойная неделя на российском рынке. В прошлую пятницу у нас падение акций рынка Российской Федерации продолжилось. Индекс Мосбиржи у нас потерял около 1%. В лидерах снижения были акции «Магниты», упавшие более чем на 3%. Химический холдинг «Фосагра» опубликовал финансовые результаты за первые полугодия 2020 года. Вурочка компании выросла, как в принципе и чистая прибыль. Также отчет у нас за аналогичный период предоставил крупнейший мировой производитель минеральных удобрений «Акрон». Компания в урочке снизилась, а чистый убыток составил почти 1 миллиард рублей. Конечно же, цены «Магия» компании по итогам торгов снизились на 0,8%. Лидерами роста у нас по итогам торгов в России стали «Полиметалл», «Полюс-система». Среди «Отсайдеров» у нас отметились «Детский мир» и «Эмвидео». Вот эти вот куча новостей вокруг китайской компании «Байтденс», которая является владельцем популярного приложения «ТикТок» в социальной сети, она рассчитывает получить около 30 миллиардов долларов за подразделение в США. Но пока никто из потенциальных покупателей, конечно, не соглашается на эту цену, и об этом сообщает The Wall Street Journal. Основной претендент на покупку доли в популярном приложении – это остается «Майкрософт», которая объединилась уже с американской торговой сетью «Волмарт» для проведения сделки. Акции «Волмарта» взлетели вверх более чем на 4% на фоне этой новости, а акции «Майкрософт» выросли на 2,5%. Представляете, новости и сразу такой взгляд. Просто новость. Бездействие, хочу сказать. Лидерами роста по итогам торгов в США у нас стали «Кока-Кола» и «Эксэнмобил». Среди «Аутсайдеров» отметились «Логан Бутс», «Голдман Сакс», «Де Тревеллэрс». Ренат, показатели нефти пока, как мне кажется, неуверенно растут. Что вы об этом думаете? Ну, неуверенно растут или неуверенно падают. Действительно, котировки нефти по итогам торгового дня еще в пятницу показали вновь положительную динамику. Но это все все равно в рамках одного коридора 42-46 долларов за баррель. И, если честно, не видно пока, за счет чего сейчас может быть рост. Более того, по мне, так и вообще ожидается легкая коррекция на нефтяном рынке. Хотя я продолжаю рассматривать нефть как актив, который принесет хорошую доходность клиентам в долгосрочной перспективе. Если продолжать тему нефтянки, у американской нефтяной компании, вот то, что мы говорили, «Эксэнмобил», не все хорошо, как и у всех нефтянных компаний. Но сегодня действительно знаковое событие. Это знаковое событие в крупнейшем индексе Dow Jones. Сегодня компания Salesforce.com заменит в этом индексе нефтянную компанию «Эксэнмобил». «Эксэнмобил» по праву занималась долгожителем в этом индексе. Еще в 2013 году «Эксэнмобил» правила бал на рынке в целом, как крупнейшая публичная торгуемая американская компания. В 2007 году ее рыночная капитализация достигала 500 миллиардов долларов. Она преодолевала этот рубеж. Но с тех пор почему-то капитализация всемирно известной топливной компании медленно снижается. Что же касается компании Salesforce.com, то это поставщик облачного программного обеспечения, который построил свою империю стоимостью в 13 миллиардов долларов на обычный CRM. Ренат, ходят слухи, что еще 4 компании могут получить листинг на московской бирже вслед за мейл и Петропавлов. Да, Максим, ходят такие слухи, что компания Headhunter, Global Trans, Мать и Дитя и Global Ports – это те компании, которые могут стать следующими, кто получит листинг на московской бирже. Просто, как показывает практика, листинг на московской бирже – это достаточно позитивное событие, которое сопровождается мощным ростом котировок. Акции мейл выросли на 79%, даже больше с момента объявления о листинге в Москве. Это было 19 июня 2020 года. Либо акции Петропавловска, они выросли на 30,6% со дня листинга в Москве. Это было 25 июня 2020 года. И если мы рассматриваем эти четыре компании, то из всех них, среди вышеназванных компаний, может получить наибольший рост эта компания Global Trans. Поскольку компания дает достаточно хорошие и достаточно большие дивиденды, чем другие компании из тех, и компания планирует запустить buyback. Ну, это обратный выпуск, выкуп акций своих. Ну и наш традиционный вопрос относительно позиции рубля на мировой арене валют. Что вы можете об этом рассказать? Максим, у нас доллар росла, по цене на золото резко выросли вверх после заявления Джерома Пауэлла о том, что Федеральная резервная система США будет какое-то время мириться с этой инфляцией, которая выше 2%. Ну, есть вероятность, что рубль к доллару может вырасти, говорят, что даже до 6% в ближайшее время. Об этом, кстати, пишет и Bloomberg, и они ссылаются на аналитиков Citigroup и на Sova Capital. По их мнению, российская валюта сильно недооценена, а боязнь новых антироссийских санкций, она напрасна. И после изменения подхода к инфляции ФРС США, рубль и правда вырос, как мы видим, но в дальнейшем росте какой-то уверенности нету все-таки. Это были новости вместе с QBF. До встречи через неделю. Всем удачных инвестиций. Ренат, спасибо большое, что были сегодня с нами. Удачи вам и вашим клиентам. Спасибо, Максим. Это были события на финансовых рынках. Оставайтесь на РБК. Уфа.